Итак, первый сюжет, первое фото, это так называемые здесь гаражи и автомойка. Собраны они из сэндвич панелей и каркас собран из термопрофилей. В принципе, довольно большое здание получилось, Г-образное. Здесь размещается и административное помещение. Вот вид изнутри, как видите, и стропильные колонны, и колонны для строечной колонны. Все это собрано из термопрофиля. Вырезаны дверные и оконные проемы. Все облицовано потом сэндвич панелями. Установлен на плитном фундаменте и колонны все закреплены к фундаменту. Следующий объект, это бывшая хлебопекарня. Здесь была полная реконструкция этой хлебопекарни. Кровля полностью была демонтирована и смонтирована новая из термопрофилей и покрыта уже профлистом. Наружные стены также были изготовлены из профлиста с утеплением стен. Плюс с задней стороны там была еще пристройка для готовой продукции из сэндвич панелей. На этой фотографии уже изображен холодный склад. То есть каркас из оцинкованных профилей. Облицовка идет из профлиста, что стены и вот вид внутри этого же холодного склада. Как мы видим весь каркас из оцинкованных профилей, гнутых легких. Соединены между собой с саморезами и болтовое соединение и облицовка стен просто профлистом. Так как это склад строительных материалов, поэтому здесь теплые стены не имело смысла делать. Это уже магазин строительных материалов. Сделан он по той же самой технологии, что и предыдущий склад. То есть был каркас из оцинкованных профилей, которые собрали и уже облицовали сэндвич панелями толщиной 100 миллиметров. Так как это магазин и отапливаемый магазин, поэтому уже здесь пошли вход в сэндвич панели. Вот он вид изнутри этого же магазина. Как мы видим тот же самый каркас собранный и облицованный сэндвич панелями что стены, что потолки, то есть кровля. Просто с разной толщиной и уже видите установлен здесь линолеум строительный. Этот объект довольно сложно был. Это торговый комплекс целый и здесь уже каркас конечно не из оцинкованных профилей, а здесь из металлических двутавров. Довольно серьезный каркас и облицовывался он уже сэндвич панелями по элементной сборке. Для самостоятельного строения конечно это будет сложный объект, но я просто на этой фотографии хочу показать, что вот такая вот коммерческая недвижимость может строиться по данной технологии. И вот он вид изнутри этого торгового комплекса, как видите колонны. Довольно серьезные двутавры. Страпельная система тоже из двутавров сделана. Прогоны для кровли уложены. Швеллер. На швеллере уже уложены сэндвич панели по элементной сборке. Стены тоже самые все облицованы из сэндвич панели по элементной сборке. И толщина стен здесь 150 миллиметров. И в подтверждение того, что такие объекты можно строить круглогодично, вот она фотография, где мы строили этот объект зимой. Видите лежит снег, мороз и происходит облицовка стен. То есть вложен уже утеплитель и вот наружная облицовка стен происходит. Самое главное, чтобы здесь выдерживали люди и электроинструмент. Еще один наш объект это гостиница вместе с банкетными залами пристроена уже к существующему кафе. Расположена на втором этаже, а внизу на первом этаже расположена автомойка. Этот объект сделан тоже по каркасной технологии, но уже из СИП панелей. То есть укладывались на пол СИП панели, потом возводились стены. И все это производилось под общую крышу в существующем кафе. Вот на дальнем плане там изображено. И облицовывалось уже виниловым сайдингом для того, чтобы оставить тот интерьер, который был у кафе. Вот он вид изнутри одной из комнат этого кафе. Как видите, здесь уже система отопления. Установлены окна с подоконниками, но без внутренней отделки. Поэтому вид еще не совсем красивый. То есть здесь и на полу, и стены. Вот по такой технологии жилые дома строятся. То есть этот дом, его можно использовать как для одной семьи, в одной стороне сделать гараж для машины. Так же и для двух семей. То есть его можно разделить перегородками пополам. И два разных входа для одной и для второй семьи. Очень удобный проект. Вот он вид снутри этих домов. То есть лестничный марш на второй этаж. И стоечные колонны из термопрофиля. Вот такой вот вид он тоже имеет. То есть здесь уже уложена крыша. Стоит каркас. И начали облицовывать стены. Вот так вот выглядят стены изнутри. То есть снаружи идет специальная панель. Она сделана по принципу вибролитья, как тротуарная плитка. Вот она крепится снаружи. И уже придается наружный отделочный вид. Внутри потом устанавливается СМЛ, стекломагнезитовый лист. И заливается пенобетонным. Именно по этой конструкции. Также вместо пенобетона можно использовать любой утеплитель. Здесь толщина стен уже получается 150 мм. Ну вот в принципе и вся фотогалерея, которую я хотел вам показать. Субтитры сделал DimaTorzok